Вы когда-нибудь слышали что-то о кинцуги? Кинцуги – это японское искусство починки разбитой глиняной посуды. Кажется, что всё довольно банально, но этот метод уникален благодаря тому, что лак, которым склеивают части посуды, смешивают с порошком золота, серебра или платины. Я считаю, что этот метод действительно интересен из-за трёх факторов. Во-первых, вы видите, что перед вами несовершенный предмет. История поломки у вас перед глазами. Во-вторых, из-за того, что при починке простого предмета используются драгоценные металлы, итоговый предмет оказывается более ценным и дорогим, чем он был изначально. И в-третьих, самое важное, на мой взгляд, это то, что после починки предмет оказывается более прочным, чем он был с самого начала. Итак, что же общего у данного метода с вами, и как боль и страдания могут вас, как мужчину, сделать более совершенным? Господа, в данной ситуации я вижу прекрасную аналогию с тем, что трудности, неудачи и боль в нашей жизни действительно могут помочь нам продвинуться вперёд. Существуют два типа – страдания и боли, и мы о них поговорим. Первый пункт в списке – умеренная боль и страдания вас закаляют и делают антихрупким. Я взял этот термин у Николаса Талиба. Он определяет антихрупкость как нечто, немного отличающееся от устойчивости. Когда вы устойчивы, вы просто сопротивляетесь ударам, но если вы антихрупкий, всякий раз, когда вы испытываете шок, всякий раз, когда вы проходите через тяжёлые испытания, вы становитесь лучше, вы становитесь сильнее. И я хочу внести ясность – боли и страдания в данном случае, умеренные потому что отсутствие страданий или слишком тяжёлые страдания, не окажут данного эффекта. Есть целое исследование, подтверждающее это утверждение. Был список из 37 негативных событий, которые могут случиться с человеком. Те, кто отметили только пару ситуаций, плохо справлялись со стрессом. А те, кто прошли через некоторые страдания, справлялись со стрессом лучше. Далее давайте поговорим о том, как боли и страдания укрепляют устойчивость. В книге Давида Гоггинса мне запомнилась одна история, а именно один ужасный эксперимент, который учёные проводили на крысах много лет назад. Когда крысу помещали в цилиндр с водой, ей удавалось продержаться 15 минут, а потом она тонула и умирала. Затем условия изменили. До того, как одна из крыс утонула, крыс вытащили из цилиндра, высушили, накормили, а потом снова поместили в цилиндр. Как вы думаете, сколько крысам удалось продержаться после этого? 20, 60, 120 минут? 80. 1 час. И что в итоге? Какие выводы можно сделать из этого? Вы получаете надежду, знание того, что есть возможный выход из ситуации, и я, возможно, смогу пережить трудности. Господа, когда вы проходите через по-настоящему трудные испытания, и вам удается их преодолеть, вы становитесь гораздо устойчивее. Вы закалили себя, ведь вы пережили худшее. Другая польза от не слишком сильной боли и страданий заключается в том, что вы становитесь сильнее. В качестве отличного примера этого факта вспомним, что происходило в биосфере 2. Была группа ученых, которые заперты в здании. Они пытались воспроизвести условия жизни на Марсе. Что интересно, так это то, что деревья, которые росли на территории, умирали намного раньше обычного срока. Ученые не понимали, что происходит, пока не выяснили, что деревьям не хватало ветра. Деревья никогда не встречали никакого сопротивления, никакого внешнего воздействия. Они не испытывали, поэтому они были ослаблены. Это носит название «нагрузка на дерево». Без этой нагрузки дерево было не способно поддерживать целостность сердцевины, расти и крепнуть. Лично я, когда качаюсь в спортзале, когда бегаю и тренируюсь, когда я поддерживаю физическую активность, я становлюсь сильнее. Должен признаться, что несколько лет назад, когда я перестал заниматься с тренером, я начал пробуксовывать. Я ходил в спортзал и повторял одни и те же упражнения. Я прочитал несколько книг по фитнесу и пытался совмещать тренировки. Но, ребята, оказалось, что я просто не могу себя замотивировать. Следующий пункт. Боль и страдания делают вас лучше, господа, благодаря эмпатии. Когда вы потеряли питомца, когда вы потеряли члена семьи, который покончил жизнь самоубийством, когда вы пережили ужасную травму, вы становитесь сострадательнее. Знаете, мой сын, у него были проблемы. Мне так его жаль, ведь он очень старается, прикладывает усилия. И тем не менее, ситуация никак не исправляется. И все эти невзгоды повлияли на него так, что он стал гораздо более чутким и сострадательным к другим людям, которые пережили или переживают тяжелые времена. Я вижу, как сын тренируется с бабушкой, чтобы вернуться в прежнюю форму и накачать мышцы. Он прошел через боль. Может быть, его боль была не такой сильной, как та, которую испытывала бабушка. Но о боли он знает не понаслышке, то есть люди, которые когда-либо теряли близких, теряли ребенка или утратили родителя. Вы знаете, каково это? Внезапно я понял, что тяготы сделали меня лучшим начальником, лучшим коллегой, лучшим мужем, потому что испытания позволили мне понять, что жизнь сложна и тяжела. А люди не всегда показывают другим, через какую боль им пришлось пройти. Но если вы знаете, что какой-то человек потерял близких, не ждите от них слов, просто поговорите с ними. Проявите к ним внимание и заботу. Дайте им выходной, потому что вы понимаете, что их сердце разбито, как и ваше сердце когда-то. Может быть, ваше сердце разбила женщину, которую вы любили. И если вам пришлось пережить развод, вы начинаете глубоко сочувствовать другим мужчинам, которые прошли через этот ад. Далее с сочувствием рука об руку идет смирение. Внезапно вы понимаете, насколько хрупка жизнь, завтра может и не наступить. Вы видите мотоциклистов на дорогах. Эти молодые люди думают, что они неуязвимы, что мотоцикл это железный конь. Можно остановить такого парня и сказать ему, «Слушай, я обожал рассекать на байке, у меня был как раз такой». Вы продолжаете с ним болтать пару минут, а потом говорите, «Слушай, а почему ты без шлема?» «Чувак, я не указываю тебе, что делать, но я потерял так племянника, и я знаю, что может произойти». Можете немного детализировать. И вот так вот вы не диктуете парню, что ему делать, потому что только он может сделать выбор для себя. Но вы спокойно и доброжелательно даете ему совет, исходя из своих собственных интересов. Вы не отговариваете его кататься, пусть он наслаждается ездой и продолжает обожать байки, но также пусть у него будет подходящее снаряжение для езды. И когда вы заботитесь о себе, вы начинаете понимать, может быть, в той компании, в которой вы большой начальник и босс, может быть, дать вашим подчиненным какой-то бонус, чтобы они занялись своим психическим здоровьем, чтобы они позаботились о себе. Вы просто заботитесь о своих сотрудниках, и эта эмпатия делает вас лучше. Можно с уверенностью сказать, что список можно продолжать и дальше. Боль и страдания открывают вам глаза на то, чего вы не видели раньше, потому что вы многое испытали на себе, вы знаете, что значит потерять кого-то близкого. Пока вы пройдете через настоящие тяжелые переживания, все ваши слова – это просто теория. Когда вам довелось пережить боль и потерю близкого человека, особенно того, кто от вас зависел, вы понимаете, что это одно из самых ужасных эмоциональных состояний, которые может испытать человек. Я знаю тех, кто потерял домашних питомцев. У вас, ребята, у многих есть животные, и вы заботитесь о них. И знаете, каково это, когда вы теряете питомца? Боль и страдания приносят вам опыт, жизненный опыт. Мы все прошли через те или иные страдания. Боль может связать вас, породить с отцом, с дедушкой. Вы начинаете понимать их лучше, потому что вы знаете, что они скрывают свои чувства. Может быть, у вас не очень хорошие отношения с матерью, но вы вдруг осознали, что, как, например, я, понял, каково ей было, когда она потеряла дочь, мою сестру. Меня тогда еще на свете не было, сестре было три года. Я даже представить не могу это сейчас. Моя мать на самом деле потеряла двух своих дочерей. И вот я перед вами, у которого пять детей, сейчас конкретно семь, потому что в доме еще два племянника. Я очень сочувствую своей матери. У нас не всегда были прекрасные отношения с ней, но я уважаю ее за боль и страдания, через которые она прошла, и тем не менее она выстояла и держалась всегда очень достойно. Посмотрите на 15-летнего подростка. Его всю его юность окружали абьюзеры. Да, у него могут быть плохие оценки в школе, никто не знает, что ждет его в будущем, но вы понимаете, что этот ребенок испытал много боли и страданий. И если вы прошли через нечто подобное, вы можете помочь таким детям. Вы понимаете, что они стремятся вырваться из их окружения. Не у всех стартовые условия нормальные. Многие карабкаются вверх из пропасти. Их цель – изменить свое окружение. Они получают жизненный опыт. Иногда, когда вы проходите через боль и страдания, вы понимаете, насколько они навязаны вам вашей же волей. Например, когда вы зацикливаетесь на девушке или женщине. Я сам через это прошел несколько раз в старших классах школы. Однажды в колледже девушка отшила меня, и я впустую потратил выходные, без перерыва слушая Дуайта Йоакама и Джорджа Стрейта. Я выпивал, и мой приятель всерьез забеспокоился, что со мной происходит. Почему я так остро отреагировал? Почему зациклился на той девушке? Я сам навязал себе боли и страдания. Думаю, Будда говорил об этом. Жизнь – это боли и страдания, и нужно умело отделять себя от этих эмоций. Но вы не всегда хотите так поступать, потому что, с другой стороны, боли и страданий находится любовь, то великое чувство, которое вы испытываете, к другому человеку, которое вы испытываете, к близким людям, к вашей семье. Но бывает, что наступают непростые времена, вы строите воздушные замки, чего-то ожидаете, а потом все рушится, и вы понимаете, что нельзя возлагать слишком много надежд. Нужно иногда просто плыть по течению. Конечно, есть испытания, которых избежать невозможно. В своем бизнесе я довольно много экспериментирую и пробую разные вещи. Я отношусь проще, не стремлюсь, чтобы все получилось. Я экспериментирую и понимаю, что если 3 из 10 случаев будут удачными, значит все отлично. Но я все равно отношусь ко многому как к экспериментам. И если я в чем-то преуспеваю, то это круто. А сейчас, господа, если вам это видео понравилось, я буду вам очень признателен, если вы поставите ему лайк. Я думаю, что такие темы очень важны, и я буду благодарен вам за лайк. Так боги Ютуба поймут, что это видео нужно показать другим. Боли и страдания приучают вас к благодарности. Мой сын утром принимает ледяную ванну. Стоит ли мне говорить, как он счастлив сразу после этого принять горячий душ? Когда я пью кофе после часовой, изнурительной тренировки с утра, он кажется мне вкуснее. Если вы пробежали 2 мили или 20 миль, Когда вы садитесь и выпиваете после этого стакан воды, вы уверены, что она восхитительна на вкус. Это сила боли и страданий, господа. Она превращает обыденные простые вещи в нечто прекрасное. Вы просто испытываете благодарность за то, что у вас есть, и вам легче жить дальше, особенно если вы хорошо знаете, что такое трудные времена, что такое лишение, что такое не иметь то, что есть у вас сейчас. И мы переходим к следующему пункту, к уважению реальности. Ведь боль и страдания учат вас уважать реальность. Я сейчас говорю о человеческих чувствах, но в западной культуре принято сглаживать острые углы. Если человек испытывает боль, ему говорят, прими аспирин. Что делать? Лечить болезнь, какое-то состояние? Или игнорировать его и двигаться дальше? Может брать пример только со счастливых людей? Счастье это прекрасно, а удовлетворение, на мой взгляд, еще лучше. И понимание того, что боль является естественной частью жизни. Временами люди заболевают и не выздоравливают. И когда вы понимаете, что все это свойственно человеку, вы учитесь принимать трудную ситуацию. И с этим принятием приходит удовлетворение, особенно если вы приложили максимум усилий. Удовлетворение от того, что вы выложились по полной. Сейчас вы можете сказать, хорошо Антонио, это звучит интересно, но неужели мне действительно нужны боли и страдания? То есть можно ли их избежать? И вот в чем штука. Когда вы избегаете боли и страданий, вы упускаете некоторые очень глубокие отношения и связи, которые вы можете сформировать с другими людьми и в частности с другими мужчинами. Я вспоминаю времена службы в корпусе морской пехоты. Мы проходили через школу кандидатов-офицеров через основную школу. Тренировки были отстой, но я также понимал, что прохожу через этот отстой с кучей других мотивированных замечательных людей. Я с ними подружился. И до сих пор могу положиться на них. Мне бы хотелось услышать от вас несколько примеров в комментариях к сегодняшнему видео. Примеров вашей дружбы с другими людьми. Мне нравятся примеры мужской дружбы и солидарности, особенно если вы прошли вместе через что-то болезненное. Такие отношения становятся очень глубокими, и вы сохраняете их и дружбу до конца вашей жизни. На самом деле я считаю, что боль и страдания имеют решающее значение для самых важных вещей в нашей жизни. Вы оцениваете ваши отношения, может быть, в браке, может быть, с вашими детьми или родителями. Вы оцениваете все, чего вы достигли в жизни. Я оцениваю свой бизнес. А вы можете оценивать свой успех в том, что получили образование инженера или закончили юрфакультет. Подумайте, через что вам пришлось пройти ради этого. Когда вы достигли цели, достигли вершины, вы поняли, что именно путь наверх принес вам удовлетворение и радость. И дело не только в достижениях. Каждая новая вершина ведет вас к следующей, вы бросаете себе вызов. И именно проблемы, страдания и боль придают особый аромат вашей жизни. Что ж, господа, что мне порекомендовать для вас, какое следующее видео, как насчет жестокой правды, которую должен знать каждый парень. Нет, правда, если вам еще нет 30 или вам больше 30, вам точно нужно посмотреть это видео. Я в нем говорю о жестокой правде, которую должен знать каждый парень, некоторые факты. Так что посмотрите это видео, не пожалеете.